Друзья, всем привет! Сегодня очень важная тема. В этом видео я хочу рассказать о том, как я завалила медикал, медосмотр, при трудоустройстве на круизный лайнер. Я в целом человек более или менее здоровый, и я никак не ожидала, что на этом последнем этапе моего пути к этой работе я завалюсь. Потому что даже визу в США я получила очень просто. Медикал это медкомиссия или медосмотр. Одним из этапов трудоустройства на круизный лайнер является прохождение этой самой медкомиссии. У каждой круизной компании свои требования к этой медкомиссии, а также свои одобренные центры по всему миру, в том числе и в России, где эту комиссию и належит проходить. Я проходила медикал в Москве. По идее, на медикал нужно записываться за месяц-полтора, но у меня был срочный вызов на лайнер, и мне нужно было, чтобы меня приняли через 5 дней. Это очень срочно. Для меня медицинский центр сделал исключение. Меня приняли в тот день, в который мне было нужно. Несмотря на то, что он был весь расписан у врачей, меня приняли в нерабочие часы. Потому что вот такая у меня была ситуация форс-мажорная. К этой медкомиссии, прежде чем прибыть непосредственно в Москву, в медицинский центр, я делала у себя дома в Иркутске несколько УЗИ, рентген, сдала некоторые анализы, которые требовались. И с этими всеми документами я уже приехала в Москву. И здесь сейчас подробно я не буду приводить список этих анализов и УЗИ, потому что у каждой компании свои требования. И даже у одной и той же компании они могут со временем меняться. Поэтому эта информация может быть уже неактуальна. Самый важный момент при трудоустройстве на лайнеры. Любая компания вас попросит поставить прививки. И люди по-разному относятся к прививкам. Кто-то категорически против и не ставит, кто-то спокойно к этому относится. Ну, в общем, факт есть факт. Нужно будет поставить прививки. И для компании, например, моей, для Virgin Voyages это 6 прививок. Я их так даже все не помню, поэтому я их зачитаю. Это ММР, Коль Краснуха Паратит. Это Дифтерий, Столбняк, АДСМ. Это Желтая Лихорадка. Это Ветрянка. Это Полиомелит и Прививка от COVID-19. Причем одобренная в ВОЗ, Спутник там не прокатывает. И почему я на прививках заостряю такое большое внимание? Потому что я человек далекий от медицины. Думала, что я приду, мне поставят все 6 прививок в один день. И что это не будет долго и так далее. Но, оказывается, прививки нужно ставить с интервалом. Между прививками интервал приличный. То есть там, ой, я уже не помню точно, типа 45 что ли дней. Ну, в общем, или 30. В общем, около месяца. То есть ты поставишь. А тут 6 прививок надо поставить. То есть это занимает большое количество времени. Их можно комбинировать. Какие-то прививки там друг с другом совместимы. Можно ставить их в один день. Какие-то несовместимы. В общем, это целая тема, в которую нужно окунуться, проконсультироваться с врачами и составить свой план прививок. Мне повезло в том смысле, что у меня оказались антитела на... на что? На краснуху, корь, паратит и ветрянку. Я поставила только АДСМ, желтую лихорадку и полиомелит. Ну и ковид. Но ковид я поставила еще задолго до этого. Вот. И вам выдадут вот такой сертификат. Там, где вы будете ставить прививки о профилактических прививках. Получилось так, что я за один день поставила полиомелит, АДСМ и желтую лихорадку. В двух центрах в течение одного дня мне их поставили. А к другим болезням у меня получается антитела. Видимо, это детские прививки еще действуют. Но сертификаты для подтверждения этих прививок, если они у кого-то сохранились с детства, они не принимаются. Нужно будет сдать на антитела. Короче, с этими прививками это целая была заморочка. Еще небольшое отступление про прививки. Когда я их ставила, врач заверила меня, ну или фельдшер, кто она там. Она заверила меня, что никаких побочных эффектов не будет, что все их прекрасно переносят. И через 24 часа после того, как мне поставили 3 прививки, одна из которых, блин, от желтой лихорадки и от всякой херни, через 24 часа у меня началась лихорадка. Меня начала колбасить, как при ковиде, когда мышцы все сводят и температура и так далее. Очень сильно испугалась. Я подумала, что я сейчас умру от желтой лихорадки. Сходила, даже сделала на ковид анализ. Думала, может, я ковид подцепила. Но, в общем, мне было очень страшно. Целые сутки меня колбасило. Потом все прошло. В интернете пишут, да даже в аннотации ко всем этим прививкам написано, что вас будет, скорее всего, колбасить. Но врач, вот, я думала, что нужно врачам доверять. Послушала ее и опиралась на мнение врача. Ну, вот такая вот у нас медицина. С пакетом всех этих документов, прививок, сертификатов, рентгенов, УЗИ и так далее, я пришла в медицинский центр в Москве. Сама комиссия в том месте, где я ее проходила, стоила 27 тысяч рублей. И все шло, в общем-то, неплохо. Я сдала у них там еще анализы, меня осмотрел врач. Прошла некоторые тесты на зрение, на слух. А потом, последним этапом, нужно было заполнить такой бланк, в котором перечислены различные болезни. И нужно было отметить, какие болезни у вас есть, какие нет. И мы, причем, обсуждали, какие у меня есть жалобы на здоровье, какие особенности. И я с дуру сказала, что у меня бывает мигрень с аурой. Никто меня за язык не тянул. И они бы никак не проверили, есть ли у меня мигрень и какая она. Я просто сама с дуру сказала им о таком особенности своего организма. И врач это написала в отчете. Мы все это отправили в компанию. И, конечно, мне приходит отказ на следующий день. А у меня билеты на самолет в Майами на следующий день после медикла. То есть я должна была пройти медикл, получить подтверждение, что все классно и вылетать сразу же из Москвы в Майами. Вместе с этим отказом пришло пояснение, что, ну, ребят, давайте предоставьте от невролога разъяснение, что за мигрень такая, как она проявляется и так далее. Нам нужно больше деталей. И я чуть с ума не сошла, потому что мне нужно было в Москве, блин, найти какого-то врача, невролога и делать эти справки, перевести их на английский. И все это в очень же сжатые сроки. Я чуть не родила. Я им делаю одну справку. Мне приходит опять отказ, что, мол, недостаточно, давайте больше деталей, перечислили вопросы, которые их интересуют по поводу моего состояния здоровья в связи вот с этой вот мигренью. Я нахожу другого врача. Спасибо моим московским друзьям за то, что они мне помогли его найти. Это другой московский центр медицинский. Я туда прихожу, мы отвечаем с врачом на все эти вопросы, которые перечислила компания. Этот же центр переводит мне эту справку на английский язык. Все это стоило херову кучу бабла. Но, в общем, мы отправляем вторую, вторую справку. И опять от компании тишина. То есть, просто ни ответа, ни привета. Билеты они в Майами отменили. Потому что медикал это очень важно. Если ты не прошел медосмотр, медкомиссию, ты не допущен к работе на лайнере. И все. И никакого ответа нет. То есть, нет такого, что мы рассмотрим вашу справку через 2-3 дня. Или через неделю, или через месяц, или завтра, или через 2 часа. Вообще никакого понимания не было, что происходит. Бронь в отеле моя уже закончилась. И мне нужно либо лететь в Иркутск обратно с этим отказом, либо на непонятное количество дней оставаться в Москве. Я приехала пожить к своей сестре. Знаете, когда родственники приезжают, тоже как бы это такая тема сомнительная. Вот. Особенно внезапно, как снег на голову. Но вот моя сестренка меня приютила. Но нервы мои не выдержали просто ждать этого ответа. Я вернулась обратно в Иркутск. И, конечно, я сначала сильно нервничала и расстраивалась, потому что очень много уже денег вложено, времени, ресурсов в это трудоустройство. Я даже в Монголию съездила за визой американской. И тут на последнем этапе все запороть и уехать обратно в Иркутск. Это, конечно, эпик фейл. В итоге, да, я улетела домой. Честно говоря, я была очень рада вернуться, несмотря на то, что мне это стоило дополнительных 15 тысяч рублей. А потом снова 15, чтобы улететь опять в Москву. Но на тот момент началась мобилизация и какая-то жопа. И я рада была, что я на этот момент оказалась в Иркутске. Целую неделю я ждала этого подтверждения волшебного от компании. Их все устроило. Они только прислали мне бумагу. На подпись о том, что если что-то пойдет не так с моим здоровьем, соответственно, мне в плане неврологическом. То есть в связи вот с этой мигренью. Я подписала эту бумагу. Они прислали мне снова билеты. И я полетела опять в Москву, в Стамбул и далее в Майами. Врите на медкомиссии. Говорите, что вы здоровы, что у вас нет никаких жалоб, что вы прекрасно себя чувствуете, чтобы не попасть в такую ситуацию, в которой оказалась я. Почему я сказала правду? И почему я бы снова сказала правду, если бы еще мне пришлось раз проходить медкомиссию такую? Потому что я думаю, что здоровье это не та вещь, о которой следует врать, когда ты летишь работать в хрен пойми куда. Это очень далеко от дома и от привычных лекарств, от привычных врачей. В общем, я решила, что пусть будет так. Пусть меня не примут, если я им не подхожу по каким-то параметрам здоровья. Но вот как бы для меня моя безопасность, она важнее. И я была готова, в общем-то, к любому повороту событий уже, находясь дома, в своем родном Иркутске, любимом. Уже не хотелось никуда ехать, но вот, все-таки меня взяли. Компания, конечно, перестраховывается. И когда я подписала бумагу о том, что в случае мигрени и так далее, то есть, ответственность на мне и лечение за мой счет, вот, их можно понять. Но с тех пор, как я приехала на лайнер, у меня не было никаких ни головных болей, ни мигреней. Я прекрасно себя чувствую. Поэтому, ребят, когда будете проходить медкомиссию, конечно, выбор за вами, что говорите, каких болячках своих рассказывать, не рассказывать. Смотрите по своему самочувствию, проконсультируйтесь со своим врачом. Я знаю случаи, когда ребята, британцы, делали анализы, и у них было недостаточное содержание железа в крови. И до этого докопалась тоже, кстати, Virgin. Они дали время этому человеку пропить витамины, повысить уровень железа в крови. Через некоторое время, когда анализы по железу уже были хорошие, человека приняли на работу. Также была девочка, которая указала, что она принимает в качестве витаминов, тоже, по-моему, железо или еще что-то. И они попросили от врача прям тоже расписать, зачем, почему, для чего и так далее. То есть, вот у Virgin я знаю, что очень комиссия строгая. У других компаний не знаю, как. Поэтому, правда, она дорого обходится. Не, она обошлась лишний перелет в Иркутск. Но я все-таки была рада тому, что я на эту неделю вернулась домой. На этом все. Всем удачи и до встречи в следующих видео. Всем пока.